Дело в том, что давайте банально совершенно посмотрим на одну простую вещь. Вот представим себе некого преподавателя, у которого в данный момент не так много учеников. Предположим, он ответственно относится к своей работе. Вопрос. Он будет работать отсюда и до забора, и будет стараться максимально сделать так, чтобы результаты ученика будут нормальны. Корректно. Если он ответственно относится к работе, тогда... Корректно. Второе. Опять представим себе, что он хороший преподаватель, и хороших преподавателей мало. Сможет ли он позволить себе это? Почему не позволит рыбок? Согласны? Потому что либо он должен быть очень дорогим, один вариант, либо к нему стоит очередь. Та самая, как к хорошему врачу. Я отвечу, собственно, на собственный аргумент. У меня была ученица как раз в 2011 году, в которой мы рожали в 2011 году, первым его ребенком. Мы разные, но это не в принципе, а не важно. Когда мы имели классик, девушка мама рожала в роддоме, то, о котором мы планировали, и у врача, о котором мы думали. Как варианты, расклады, как варианты. И вот действительно очень хорошие, то есть репутация была очень хорошая. Потом я почитал пример в интернете. В частности, такое вещь было. Звонок мужа, женщины, которая вот сейчас разводит. С врачом заключен договор, с рукодом на конкретного врача и так далее. Звонок домой. У семьи есть ли телефоны, врача, мобильные, домашние, арбилинные. Они подходят, звонят домой. Она говорит, что я не буду вылезти. Он спит. Как не будет? Понимаете, он вообще только два часа пришел уже дома. Он трое суток принимал роды. Я не буду вылезти. Дело не в том, что она не разбудила. Дело в том, что я себя, когда прочитал это, представил не на месте этого мужчины, а на месте тех людей, чьи роды он принимал на третьи сутки. Потому что я понимаю, что это реально очень тяжело. И, соответственно, он очень хороший, к нему очень... Он честно работает. Мне про него рассказывали. То есть у меня есть позитивные сигналы о том, что он хороший. Но этот сигнал говорит не о том, что его качество работы будет не очень высоким. Просто потому, что он... Ну, как же... Просто устал. И вероятность этого расширает. Я боюсь не быть не тем. Тем тоже боюсь, но не в первую очередь. Я боюсь быть тем, кого в третьи сутки вон собирает. Это была одна из причин. Вот. Это как бы... Собственно, вон она штука. То есть негативный отбор, да. Но даже в этом случае есть одна проблема. Либо очень дорого, либо другой вариант. Либо другой вариант. Ты можешь в итоге все равно попасть мимо, потому что человек слишком берегнул. Человеческий факт. То есть, которые работают всегда в жизни... Приведу пример. Вы же знаете, один из моих примеров про власть на рынке, про такси, когда такси ловишь и так далее. Сегодня просыпаюсь утром, открываю глаза, стоит жена. Что, у меня не будет? Я говорю, сколько время? Говорит, 8-15. Говорит, чё? У меня быстренье соедет начинается. Через 7 минут я был уже на улице, пытаюсь поймать машину, но машина там резко ловится. По дороге думаю, так, ну за 500, наверное, не поедет, но и буду ловывать. За 500 и нет. Открываю дверь. Ну, подказанавливаюсь такси, причем это такой не мобиль, с одним июбом-менеменем, как я их называю, вот так же мобиль. Вот. Готовься сразу, что здесь, а Волга. Ну, то есть, по спич, похоже, водит, но небогатый человек зарабатывает для себя на жизнь. Вот. Я говорю, спортивный. Говорит, сколько плачешь? Говорит, богу, ну тут рефлексы работают, непонятно то, что спать хочу. Говорит, а сколько? Сколько хочешь? Вот. Чтобы я прям перескочил, вот именно на прям стиль. Говорит, здравствуйте. Вот. У меня это спортивный. Сколько? Тут я прям вот тут же, сколько хочешь сказал. Я, то есть, я изменил стиль общения, не осознанно совершенно. Вы думаете, что дальше произошло? Сколько дальше? Нет. Он сказал 500, я сказал, поехали. Потом я сел в машину уже и говорю, а сколько бы уехал? Он напрягается и говорит, да нет, мы уже договорились, говорит, Говорит, ну 400. Вот, причем эти факторы. Я понимал, что надо торговаться. Но в этот момент, чисто человеческий, это уже в другом работает. У меня стимул поменялся. У меня был стимул наехать побыстрее. И он назвал малю резервную цену. Я согласился. То есть, как бы, я без излишка, он, я думаю, что он, как раз он назвал 500 и 400, он не полный с излишком. Он забрал весь мой излишек. Вот. Но, в принципе, я доволен, я наехал. Вот. Ну и как бы, хороший пример, что не всегда оно работает. Это он тоже, что он в судьбу говорит. Не всегда оно работает. Но на этой модели можно разобрать конкретный пример. А теперь возвращаемся, собственно, к началу. Теперь, коротко, но достаточно коротко. итак, известно, что лист родственного дома очень значительный случай в состоянии ситуации ради рода вероятно свидание до восхода крайне низка. Не надо спорить с фактами, честная правда. Иногда решают 3-5 минут в политической ситуации. в то же время, в последние годы все больше людей в Москве предпочитают запланировать домашние роды. ответить на вопросы может ли вообще подобный вопрос. Что говорится в вопросе? Что подтверждается? Кризис большой церковь считает все большее. Во-первых, все большее. Больше это полпроцента и полтора процента. Так, секундочку. Как мне сказала Девка Аня, виситца, когда говорит «Да нет таких людей среди моих...» Почему большинство говорит? «Среди моих знакомых вообще никого нету». Ну, Аня виситца на «Живу» «Во-первых, вопрос не прочитала Аня, потому что там не говорилось про большинство, а мы с ней это разобрали. Вторую часть мы их забрали. Потому что Даня сказала «Среди ее знакомых нету людей, которые...» «Да, как и людей, которые рожали дома, но я немножко ошиблась. Потому что когда следующим после Ани пришла Катя, когда я разбирал и сказал «А...» «Так что так». Маленькая пауза.